Здравствуйте, в эфире телеканал КРТ-экспресс-комментарий с уважаемым Дмитрием Георгиевичем Джангировым. Дмитрий Георгиевич, сейчас одна из самых хайповых тем это Алексей Навальный и то, как его арестовали. Как вы считаете, в Германии идут выборы, определён новый кандидат, условный кандидат от христианских демократов от ХДС на пост канцлера, который, возможно, займёт этот пост, это Лошет. И эти выборы совпадают с российскими выборами. То есть разыгрывается такая карта, предвыборная в том числе и в России, и в Германии. И в этот момент из Германии, зная прекрасно, что будет он арестован, он сознательно шёл на это, он специально провоцировал, по моему мнению, систему Федеральную службу исполнения наказаний, так как, ну, что такое условный тот срок, который был Алексею Навальному данным? Он должен был просто ходить и отмечаться, а он сознательно не ходил, то есть не уделял буквально час-два своего времени, прекрасно знаю, что его может ожидать в том числе и реальный срок. И вот он, не исполняя это требование Федеральной службы исполнения наказания сознательно последний год, шёл, по моему мнению, на конфронтацию. И вот в данный момент его высылают опять в Россию, где его реально арестовывают, делая из него узника, узника, политическую фигуру, тем самым реанимируют. Как вы считаете, Алексей Навальный это такая условная игрушка, инструмент в предвыборных технологиях германских, немецких или российских? Ну, послушайте, он в любом случае инструмент раскачивания ситуации. Более того, мы догадываемся, что если бы действительно, реально в Берлине считали, что Навального отравили, но отсылать человека туда, где, как и он сам говорил, что лично Путин же сказал приготовить коктейль номер 9, как он по методичке рассказывал. Ну, вряд ли бы это. Есть даже правило в таких случаях, ну, предоставляется убежище политическое. И вообще, так сказать, ну, как можно выпустить человека, то есть, тогда на совести Германии, если с ним что-то случится. То есть, выпустить человека. И уберегли. Ну, понятно, что он дал там подписку, что он там снимает с немецкой стороны какую-то ответственность. Ну, я думаю, что у него и такие же гарантии со стороны России. Все-таки он достаточно системно выступал. То есть, как это, несистемная оппозиция его величества. Как это есть системная и несистемная. Тем не менее, он в определенной был всегда игре. Рейтинг его, ну, смешно читать в западной прессе, что он там главный противник. С другой стороны, я вам хочу сказать, в свое время, там, лет 10 назад, серьезные издания, мировые, писали о том, что буквально Кремль в ужасе от Каспарова, который вот вполне, так сказать, главный конкурент. То есть, ну, вот надо абсолютно не представлять себе, что происходит, или не хотеть представлять, или действовать на собственную аудиторию. Есть такое, если мы берем отношения там Запада и России, то зачастую там две картины мира, они, которые там внутрироссийская картина мира и западная картина мира очень серьезно отличаются. И роль России, и роль Запада в этих картинах, ну, она, так сказать, тоже не совпадает. Они не являются зеркальными, они там достаточно асимметричны, но искажение очень серьезное. Поэтому, судя по всему, что успешный проект Тихановской, относительно успешный, ну, как минимум, с точки зрения делегитимизации Лукашенко, его изоляции, хотя, ну, ребята, вы так его долго сами вытягивали на любые контакты из-под этой российской ракушки, а теперь снова, так сказать, этой улитки порожком надавали, ну, она спряталась, ну, и что, то есть, ну, строго говоря, никакой длительной стратегии, как выяснилось, она была перечеркнута. Более того, Лукашенко искренне удивился, он там был, считал, что, перейдя даже в какой-то момент в антироссийскую риторику, ему, так сказать, любой результат выборов простят. Ну, ребята, мы же как-то договаривались, оказалось, что нет. Я и торгую хорошо с вами. Да, 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 и там еще какие-то услуги оказываю, и криптобиржа, так сказать, правильные потоки правильного белого цвета там обеспечивает. И продукты норвежские через меня заходят. Ну, естественно, то есть, важную, так сказать, роль экономическую и лоббисты есть. Оказалось, что, ну, вот, опять его под Россию, причем в намного худших. Он пытается и дальше крутиться. Но мы тут не про самого Лукашенко, а про Тихановского. Как инструмент она сыграла. Теперь будет, так сказать, жена Навального. Вот в такой же. Ну, он-то не может баллотироваться в силу приговора. Из нее будут делать такую. Ну, женщина, ну, есть такое. Более того, это в славянской особенно. Это вообще в восточной традиции, но и в славянской тоже, когда там муж не может, с мужем что-то произошло. Точно так же поднималась Карасон Акина. Ее муж был убит при не вполне там понятных обстоятельствах, но списали все, конечно же, на Маркоса. Бандеранайке в Бангладеш. Я еще несколько, ну, если задумаюсь, еще приведу несколько примеров, когда вот... А золь здесь тихий в нашей традиции, когда девушки выгодены будут... Ну, да, но это, понимаете, это война. А тут именно когда в качестве предводителя выступают. Более того, это никак не соотносится с ролью женщины в обществе. Общество это может быть мускулинным, и это даже характерно часто, но если нет мужика, ну, значит, его женщина за него. За справедливость. За справедливость, за него она, то есть, она его проекция. То есть, вы считаете, что фактически сейчас происходит формирование из супруги Навального такого прообраза Тихановской в России? Некий, да. Некий такой вариант. Ну, мы же понимаем, что Россия страна большая, и во многих регионах просто вообще не... Как это, из серии, а кто это такие? Ну, да. Да, это... Но мы понимаем, что очень важна роль столицы, и, конечно, попытка в Москве, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, может быть, еще в ряде городов сколыхнуть. Причем эти города понятны достаточно. Города, которые давали, например, всплеск по Прохорову, по Собчак. Ну, понятны, где это, где эти точки... Ройзману. Что? Ройзману. Ну, это же Новосибирск. Да, Новосибирск. Да. А, вы имеете в виду, как мэра... Да, 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 как спец. Я говорю про общенационную... Да. Кстати, Хабаровск не показатель. Фургал — это скорее крепостные в поддержку феодала. Ну, да, да. Там... Верните нашего графа, блин. Там переиграли. То есть, система сама себя переиграла. Ну, так сказать, действительно, это немножко другая... Вариант мятежного боярина. Да, да, да. Скорее ситуация. Но, опять же, это отдельный случай. В общем-то, ну, разумеется, если, допустим, в пяти-шести крупных городах начнутся волнения, это серьезная будет такая обеспокоенность. Она достаточно, ну, большие усилия потребует для ее нейтрализации. Возможно, всякие эксцессы, особенно, когда в ряде, так сказать, мест, то есть, сакральные жертвы начнут появляться и, скажем, это ослабит серьезно позиции Кремля. И сейчас я все скажу. И это же как раз фактор Юлии Навального накладывается, вот тоже называется, на трансфер власти. Все равно эти процессы в России, передача власти началась. И более того, я считаю, что она не будет до 36-го года. Она существенно раньше. Конечно, знаю. И суть конституционной реформы, ну, значение. Суть, так сказать, некое, так сказать, распределение полномочий, реально оно произошло, действительно. Но суть в том, что Путин перестал быть хромой уткой. Ну, в том смысле, что при живом Путине, который не заявляет, идет он или не идет, ни одна из олигархических групп не посмеет двигать своего этого приемника. Фактически Юлия Навальная, она получается таким, если даже ничего особо не удастся, просто это повод или почва для переговоров, то есть это переговорная основа. И я вам скажу, что вот, например, просто чтобы вот тему, в политике всегда есть многовариантность, кто там начинает шаг за шагом рассказать, но на каждом шаге. Но фактор Навальный начинает подталкивать вариант трансфера власти в пользу Медведева. Он же не зря сейчас написал большую статью, как бы, про международные отношения с таких, ну, вроде бы, как одновременно и либеральных, и охранительских. Такая, ну, понятно, что это более мягкая позиция, чем у силовиков, такой кремлевский либерал условный. И естественно, что вот Навальный, то есть, понятно, нейтрализация варианта Навальный через вариант возврата Медведева. Например, то есть, в принципе, это подталкивает более либеральный вариант такого, так сказать, трансфера власти, трансформации власти. Но при этом, если, с другой стороны, ну, как все в диалектике, так сказать, а если что-то пойдет не так, наоборот, Юлия Навальная может подтолкнуть вариант более жесткий. Трансфера власти, перераспределения полномочий, ну, приход силовиков, которые всегда, так сказать, в России готовы в любой момент принять на себя этот крест. Нишение шапки Мономаха. Да, и так сказать, да, ну, правда, этим крестом они готовы там врезать. Как-то крестом и кадилом действуют, так сказать, достаточно мощно. Так что, вот, надо понимать, что это, в общем-то, это пешки, но розыгрыш дебюта партии с пешечных ходов же начинается. Потом вступают в игру фигуры, потом пешки меняются, и, так сказать, начинает развиваться партия. Мы видим первые ходы этой партии. Это, в общем-то, похоже, достаточно острый вариант, какой-нибудь гамбит начинается. Но это не значит, что любой гамбит может перейти в позиционную игру, такую длительную и без особых комбинаций. Красивое сравнение, когда сравнивается уезд Навального с точным арестом с гамбитом. Это очень красивое, конечно. Ну да, причем, ну есть же гамбиты, которые, ну, надо принимать в любом случае. Эти ходы предопределены, но дальше, так сказать, можно в ответ пожертвовать и погасить инициативу, можно удерживать взятый материал и пытаться отбиться, ну, это контратаковать. Ну, это только начало новой партии, Запада с Кремлем. Он в определенных условиях произошел. Смена фигур произошла, так сказать, на Западе. И вот к Германии, само собой, вернулось лидерство европейское. Пару лет его пытался спаривать Макрон. И, ну, скажем, будучи более идеологичным, более, может быть, наверное, нельзя говорить, что харизматичным, но подводя некую такую основу философскую, политическую, историческую. Ну, то есть, системно он вот объяснял позицию европейскую и, как бы понятно, доминирование Франции, которая эту позицию формулирует. Ну, ежели ты, тебя посылает Эрдоган, и ты ничего не... А пишешь ему письмо. Собственноручно. Собственноручно. Это, так сказать, ты теряешь профранцузского президента в Мали, так сказать, а в Центрально-Африканской республике вообще, так сказать, там Китай с Россией хозяйничает, а ты каким-то образом пытаешься поддерживать свергнутого, давно свергнутого президента, ну, в общем-то, и тоже... Но при этом боишься его сильно поддержать, потому что в том числе там всякие исламские радикалы его поддерживают. Ну, чего это все? Ну, в общем-то, говорит о том, что ты теряешь влияние, ты не можешь. У тебя под твою красивую политику, под твой гуманизм нет канонерок или мистралей, ну, нет у тебя, как это... Французский легион уже не тот, так сказать. Как у Высоцкого, что... Это вот в этой песне, что... Есть я кому-то, можешь сказать, вперед мои головорезы? Нет? Ну, извини. Заведи головорезы. Заведи головорезы. Это очень красиво. Опять, очень красивое сравнение с письмом нашей культуре, в нашей традиции, письмо турецкому султану, оно пишется только с одной целью, сказать, что ах ты турецкий черт и все остальное. А тут уважаемый господин, моншерами. Знаете, эту историю, как появилось в русском языке слово шаромыжник? Это когда французские солдаты ходили в 12-м году по оселам, говорили, ну, это же европейцы, моншерами, не благоволите яичек, молока. Вот это получали дубиной. От этого шаромыжник, то есть попрошайка. Я хотел вернуться к украинской традиции, к украинской политике. И сейчас произошла, происходит смена в Соединенных Штатах Америки. И мы видим в том числе и смену отношения к Украине. Первое, это введение санкций по отношению к ряду политиков, к одному из ключевых или так заметных политиков в «Слуге народа». Вплоть до того, что говорится о том, что Александр Дубинский, против которого ввели санкции, про-байденовские силы, пусть назовем их так, он будет сейчас раскалывать или формировать внутри «Слуги народа» собственную силу, которая будет фактически раскалывать фракцию. Скажите, как изменится политика Соединенных Штатов по отношению к Украине, приведет ли это к расколу пропрезидентской партии? Будут ли они Зеленского поддерживать, так как, условно говоря, поддерживали Порошенко? Дадут ли, возбудят ли уголовное дело против Юрия Люценко? Уже информация фактически пошла на основании того, что Рудольф Джулиани фактически стал такой токсической фигурой, а Юрий Люценко общался с ним по уголовному делу против Хантера Байдена и даже какие-то подвижки в этом делу? Ну, смотрите, я вам то, что могу точно сказать, действительно ряд американских юристов уже наняты, серьезных юридических контор, вести дела как в Штатах, так и в Украине, против людей, которые, скажем, давали какую-то информацию Джулиане. Ну, на острие так и, разумеется, сам Джулиане, но, конечно, часть людей тоже попадет под эти все расследования. Хотя, опять же, надо понимать, что санкции – это внесудебный, деструктивный механизм, который пришить к чему-то, да, у человека лично неприятности, но это нет на него ни уголовного дела, ни каких-то доказательств. Потому что, понимаешь, в отношении Дубинского это, так сказать, некие доносы там Шабунина и этой межпухи либерастической нашей, которая годится только, по большому счету, для того, чтобы на них опробовать вакцину Пфайзер, так сказать, и то желательно где-нибудь вдали от крупных населенных пунктов. Но, так сказать, они сейчас пытаются себя показать, целый ряд лиц, что, в общем-то, они будут модераторами диалога Украины с Соединенными Штатами. Уже Аслум пишет статьи на эту тему, что президенту надо определиться, на какой он стороне истории. Так сказать, Мустафа, который в наем свои фотки с Нуланд, еще там с кем-то. Но, по большому счету, тема Украины достаточно токсична для Байдена и, более того, республиканцы перед угрозой краха на долгие годы, вот просто поймите, поймите, что реализация вот этой плана Байдена без заговорочной амнистии, а действительно речь идет просто о предоставлении гражданства всем, даже без оговорки по судимости, ну, даже так, по правонарушениям и образовательному цензу. Я вам просто для понимания. Голубыми становятся Техас и Флорида. На этом заканчивается. Ну, на этом все заканчивается. Просто, потому что из четырех крупнейших штатов два синих, два переходных, Техас и Флорида, колеблются, но все-таки вот в этот раз они оба были за трапой. Если они становятся синими, все, с президентскими выборами на долгие годы все понятно. И еще с рядом. То есть Америка может перейти полностью к полуторапартийной системе. Если удастся это провести, они смогут затянуть в судах, скажем, в Верховном суде этот вопрос. Но даже с Верховным судом будет такая история, что если они это проведут, задним числом нельзя будет этих людей лишить гражданства. Вот в чем дело. Можно будет признать несоответственностью Конституции, и он прекращает действия с момента решения Верховного суда. А это там, это, ну вы же понимаете, что это достаточно долгий процесс. Но уже ты этих не отменишься. Не говоря о том, что сейчас, если вы знаете, караван этих, опять мигрантов. С Латинской Америки, ну, я имею в виду, извините, с Центральной, это все в Латинской Америке. Бросают все и тут... Да, да, да. Хотя там 1 января 2021 года, ну, ведь можно и послабление дать. В общем-то. Так что, они, конечно, огрызаться, это искать вот слабые места у Байдена. Конечно, самое главное место это Китай, то есть, ну, не надо преувеличивать роль Украины в коррупционной деятельности семейки Байдена. Ну, это мелкий эпизод, но факт есть тоже. Более того, там, конечно, раскручивается против Хантера Байдена еще в большей степени педофильская тема, так сказать, что более токсично на самом деле. Хотя, ну, извините, от представителя китайской государственной нефтегазовой компании колечко с брюликом 2,8 карата тоже неплохо. Я говорю только то, что фигурирует в материалах дела, ничего лишнего я не говорю. Прокуратура Денвера занимается в основном китайским кейсом, прокуратура Западного округа Пенсильвании занимается в основном украинским кейсом. Поэтому для Байдена, конечно, нужна зачистка этой темы. Ну, китайскую тяжело зачистить, но с Китаем можно договориться. Там решается все-таки на уровне, ну, ты с товарищем Си в какие-то понятийные большие договоренности, тема может быть как-то снята. Здесь же мы попадаем в интересную ситуацию. Ну, сарасята бегают, рассказывают, как они тут все решать будут. Ну, вот я просто предлагаю такой мысленный эксперимент. Ну, приходит в рамках правовой помощи запрос из Западного округа Пенсильвании. И что? И как тут поступать? Ну, как-то пусть они думают об этом. Смотрите, и следующий момент. Так как тема токсичная для Байдена Украины, я думаю, что дистанционно он будет держаться. И ведь внешнее управление, конечно, с одной стороны оно есть. Влияние очень сильное. Но тотальными его делает то, что оно в головах у многих. А что скажут штаты? Ты сначала сделай, потом услышь, что скажут штаты. И поэтому всякие проходимцы, а я не побоюсь, например, называют Курт Волкер, он проходимец. Он не имел ни тех полномочий, ни тех возможностей в штатах, как его... Это Хлистаков. Да, американский Хлистаков. Он действительно знает, когда он там говорит с кем... В отличие от Хлистакова, кто рассказывал, с кем он там, с великими князьями... Он еще фотографии может показать. У него... Он действительно... Он системный человек, он человек системный. Но здесь он был никто, и звали его никак. Тем не менее, все, что скажет Курт Волкер, так сказать, там... Понятно, что ему... Что его этой конторе не 50 тысяч платили. Он одновременно представлял лоббистскую контору, которая с администрацией президента промотировала официально. Якобы за 50 тысяч долларов в месяц. На самом деле это минимальная стоимость. Ну, меньше не бывает. Ясно, что все остальное, ну, не так поступало. Нуланд, да. Нуланд, это абсолютно системный игрок. Но, опять же, у нее могут быть свои мнения, сантименты, предположения. Могут быть. Но она в системе играет. Вот она, кто угодно, можно как не угодно, но уж точно не проходимец, а системный игрок, вот истеблишмента, так сказать. Давайте тоже обойдемся без этого глубинного государства. Теперь тем более оно, когда, если глубинное государство при власти, какое же оно глубинное? Ну, вот оно, оно реально. Проявление глубинного государства, это когда, так сказать, часть республиканцев бледанула. Вот это да. А это демократов, это... Конспирология нужна конспирологам. Конспирологам, да. Оставим конспирологию конспирологам, а демократию членам демократической партии, да. Соответственно. Конечно, будут заниматься украинским кейсом. Никто так просто Украину не оставит, потому что в любом случае это Украина, это вопрос, скажем так, отношений Соединенных Штатов с Россией. Более того, все люди, которые будут курировать Украину, это все люди исключительно, как и раньше, как и всегда было, специалисты по России. В том смысле, через призму американо-российских отношений. Будут они ухудшаться или на таком же уровне, как сейчас. Украина, значит, это буфер, это таран, это, так сказать, инструмент сдерживания. Будет некие, так сказать, смягчение отношений. И здесь снижение, так сказать, напряжения. И опять же, ведь наши эти либерально-патриотические гупии, они же с очень короткой памятью. А я напомню, что в декабре 15-го года, так сказать, посидев на президентском кресле в Верховной Раде, наши либерально-патриотические гупии, они же вообще забывают, допустим, о чем говорил Байден. Байден с трибуны Верховной Рады говорил и о федерации, и об автономии, и о том, что не надо бояться автономных самоуправляющихся стейтов. Да, было, было такое заявление, да. При этом, так сказать, обделавшись от неожиданности, наши политики говорят, что это ошибка перевода нет. Она смягчала переводчица, там было пожестче в английском языке. И только Ляшко, так сказать, сказал, что это что-то вот не то, но ему быстро предложили заткнуться, и он заткнулся. Я прекрасно помню те события. Больтво, я там на них даже материалом отозвал. А что вы хотите? Или Виктория Нуланд, она сильно ставила в известность украинскую сторону о том, о чем она ведет переговоры с Сурковым? Она, по-моему, первый раз только что-то сообщила, а потом вообще непонятно о чем было. Потому что Сурков был под санкциями. Ну, вот это просто так напомню. Мы всегда, ну, понятно, что мы, проживая в Украине, взгляд у нас, разумеется, украиноцентричный взгляд, но у нас часто оно, наш украиноцентричный взгляд подводит нас к ошибке, что и политика мировая украиноцентричная, так сказать. Ну, понимаете, это вот как, глядя с земли, мы думаем, что солнце крутится вокруг нас, на самом деле с точностью да наоборот. Вот это ошибка. Так вот, первые задачи Байдена, кроме внутренних, сложнейших вопросов во внутренней политике, попытаться загнать республиканцев под лавку надолго, а это там все-таки не так просто, это будет провести там все свои назначения, но договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, то, что, в общем-то, мировые политики, которые союзники Байдена требуют, настаивают, просят, чтобы он вернулся в этот договор. Байдена, Иран, важнейшая проблема, где тоже Россия участвует. Более того, у России определенное есть влияние на Израиль, и Россия может в этих всех сложнейших переговорах выступать гарантом определенным вместе со штатами безопасности Израиля, хотя, конечно, Израиль категорически против ядерной программы, и они что-нибудь еще могут учудить, как они уже, так сказать, раз учудили. Более того, мы же понимаем, что вот те удары по Сирии, которые Израиль наносит, это, в первую очередь, удары по иранским, либо их частям, КСИР, корпус стражей исламской революции, либо по прокси, их, так сказать, ну, подконтрольным их, каким-то, так сказать, ну, или Хизбалла, или какие-то шиитские отряды в самой, так сказать, в самой Сирии. Так что это вот отдельная тема. То есть в этих двух вопросах очень важно, так сказать, в первом, ключевая роль, ну, тут достаточно важная роль России, потом стоит вопрос определиться вот в этом треугольнике США, Китай, Россия, как учил Киссинджер, так сказать, в этом треугольнике не должны быть самыми лучшими отношения между Китаями, Россией. То есть, или у США с Китаем должны быть лучше, чем с Китайом, или у США с Россией. Пока в этом треугольнике Киссинджера, в общем-то, он сейчас анти-Киссинджеровский, сейчас отношения лучше, чем по обоим основаниям этого треугольника, чем по обоим сторонам. Надо что-то тоже перестраивать. Конечно, они, так сказать, все-таки не хотят стратегического, допустить стратегического союзничества. Европа подписала инвестиционное соглашение, глобальное, достаточно глобальное, хотя и, ну, одновременно мягкое, но и, в общем-то, и стратегическое одновременно с Китаем. С этим тоже надо что-то делать. В этом плане Украина с Донбассом, ну, так сказать, она не в топе. Возможно, во втором эшелоне, то есть, нельзя сказать, что так уж далеко она ушла, но, тем не менее, это, в общем-то, ну, не настолько для него вопрос важный. То есть, более того, кстати, интересный момент, ведь посол, например, в России остается Салливан, Джон Салливан, потому что есть еще один Салливан, который в администрацию приходит. Тот считался, ну, который посол, он считается достаточно таким за улучшение отношений. Но ведь сам факт, что Байден предложил ему временно сохранить, ну, остаться, это что же, можно было это не объявлять, ну, никто от президента избранного, ну, не требует таких там заявлений. И мне это было публичное заявление, что пока Салливан, но есть каких-то резких движений, так сказать, не предвидится. Потом, диалог с Германией по Северному потоку 2. но опять же, ну, вопрос в том, что хватит ли Кулебе мудрости, так сказать, промолчать в этой ситуации, или он будет призывать санкции на голову Германии, ну, посмотрим. А ведь, к сожалению, у нас, так сказать, для чиновников уже много лет лучше быть, лучше изображать из себя невменяемого патриота, чем рационально там мыслящего государственника. Потому что рационально мыслящий государственник сегодня выглядит как зрада. А невменяемый патриот это вот типичная перемога. Да, это мейнстринт. Так что нет однозначности, есть понимание того, что это не первоочередной географическая точка для Байдена Украина. Понятно, что между нашим ребятам придется как-то маневрировать и выбирать между там чиновниками формально занимающимися Украиной и различными проходимцами, которые имитируют свою важность значимости, так сказать, вовлеченность в политику. Ну и собственно говоря, ведь самое печальное, что нашим же это нравится. Не просто нравится, они еще за это деньги платят. Вы знаете, что я вот я это помню по своему деду и даже когда он умер, напомин, как вспоминали его друзья, что вот как Иван Дмитриевич перед праздниками читал политинформацию по вывешенным, по порядку, как вывешены члены политбюро союзного и украинского, какие расклады, вот как дат, но так же и наше, ничего не изменилось. Так же вот по раскладам американским, в каком там кто порядке, какие должны, пытаются угадать, как вот только тогда это было умозрительно, на жизни-то людей это не отражалось. Это так, знаете, из интереса пора скинуть карты Таро, а тут же целые толкователи вашингтонской астрологии. Ну и тоже, я там, конечно, не звезда, но тоже планета около вот этой звезды, я там все знаю. Это сейчас вот, конечно, время проходимцев, время проходимцев таких, которые засели в наблюдательных советах, ничего из себя не представляют, даже не понимая. В Министерстве здравоохранения на секундочку. везде, так сказать. Сейчас время проходимцев, причем, знаете, как это одновременно, временщики проходимцы. Так сказать, это наш крест, такой наш крест. С нами был Дмитрий Георгиевич Джангиров, и единственный вывод, который можно сделать, не только единственный, а о том, что нас ждут сюрпризы, и об этих сюрпризов. Смотрите на нашем канале и подписывайтесь. Спасибо вам за юмор, за глубокую аналитику.